Хвалу Тебе Мы Тебе поем Аллилуйя Наш всемогущий Бог Наш Спаситель Наш Искупитель Да прославится Твое великое имя Иисус Хвалу Тебе Хвалу Тебе Иисус Господь, аминь? Аминь! Слава Богу! Мне хотелось бы сегодня поговорить с вами о такой теме, как молитва Без молитвы, без веры мы не сможем угодить Богу А в Евангелии от Матфея, это написано в Библии В 21 главе написано И всё, чего не попросите в молитве, с верою получите Аминь! А Слово Божие также говорит, что без веры мы угодить Богу не сможем Но здесь интересный момент, что в молитве с верою Молитва это наша жизнь, молитва это наш разговор с Богом И мне хотелось бы, чтобы сегодня каждый из нас чуть-чуть посвиделил, что для вас молитва Как часто вы молитесь, за кого вы молитесь, за друзей, за подруг, за себя, за церковь Как вы вообще представляете себе молитву и её силу в нашей жизни? Трудности, они никогда нас не должны отталкивать от молитвы То есть лень, головная боль, ещё что-то У нас не должно быть такого, что, слушай, так устал сегодня, не буду молиться У тебя всегда должно быть такое заложенное, что ты перед сном, перед тем, как пойти куда-то Перед тем, что-то начать делать, ты должен помолиться и отдать это в руки Богу Потому что без Бога ты бы это ничего не сделал Но не как форма, как состояние сердца Да У тебя такое, у тебя даже не то, что если не помолюсь, то не получится У тебя просто такое то, что ты отдаёшь это Богу, зная то, что Он тебе поможет Никто другой не поможет И у меня, знаете, такое, как откровение сегодня было утром Если ты сегодня проснулся, если ты дышишь, ты ходишь, ты живёшь То значит у Бога на тебя есть план на сегодняшний день Но если ты не поговоришь утром с Богом, ты не узнаешь, какой план ты должен совершить Он тебя, возможно... Да, у тебя будет эта стена между Богом и тобой, и Он не сможет через эту стену сказать тебе Что тебе нужно в этом дне, Он не сможет тебя повести Духом Святым Потому что, к примеру, у тебя есть запинающий грех или ещё что-то Ты не приходишь к Богу Как мне нравится, как одна прославительница сказала, что Не смотри ни на какие ситуации, ни на трудности, на твой грех или что-то ещё Ты приходи к Богу, Престолу Его Благодати, всегда хвали и поклоняйся Ему Да, да Всегда Да, у тебя не должно быть такого-то, что ты сегодня согрешила, всё, к Богу не приду Всегда это делаю, абсолютно всегда, во имя Иисуса Христа Ты прекрасный Бог, Ты чудотворный Ты всемогущий и несравненный Мы прославляем Твое Святое Имя на этом месте Прими хвалу и поклонение от наших сердец, Иисус Ты достославный и достопочтенный Бог Нет подобного тебе, Иисус Сговоры, да что? Я же не придумываю, что сказать Я говорю то, что у меня есть на сердце Молитва, это для меня, это так, когда в первую очередь я обращаюсь к Богу Да, говорю, дорогой Ну, не должна быть в молитве форма, но я привыкла, потому что, ну, всё равно Я же прихожу к Богу, да, как ты сказала, Престолу Божьей Благодати Я же хочу, как бы сказать, приветствую тогда, или дорогой Господь Как-то вот обратиться в молитве, на самом деле, искренне подойти ко всему Искренне открыть сердце, просто вот открыть сердце Богу, чтобы Он действовал Молитва, я так вижу, я так понимаю, что это, на самом деле, всё во всём Без молитвы мы даже не должны никакое дело начинать Очень много историй таких знают, что люди, когда пренебрегают молитвой В их жизни, на самом деле, что-то идёт не так Что-то идёт не так, как нужно было, не так, как бы Бог хотел Потому что люди не дают Богу место и не дают Богу действовать Потому что молитва, Бог, конечно, Он же всё знает Бог всемогущий, Он вездесущий Он знает всё, Он знает наши мысли, знает наши сердца Но при этом Он ожидает от того, когда мы придём, откроем сердце и скажем Иисус, вот я Да Я здесь сейчас, чтобы услышать то, что Ты хочешь Дух Святой наполняет нас И Бог хочет каждого из нас наполнить по-разному Он хочет сегодня дать тебе такое откровение Тебе такое, может быть, тебе ещё что-то Какой-то выход из ситуации Но Он хочет, чтобы мы пришли и поговорили с Ним Не просто, Господи, благослови, дай ответ, аминь, побежал А ты просто сидишь и говоришь, Господи, я жду от Тебя ответ Я жду того, чтобы Ты мне что-то сказал На самом деле, я считаю, что молитва, это без молитвы христианской жизни не может быть Да Потому что молитва напрямую связана с живым общением с Богом И нам очень трудно поддерживать эту связь, если мы её не поддерживаем постоянно Да Как с друзьями, да, мы не поддерживаем с кем-то контакт, то нам трудно уже потом общаться Мы уже, человек может измениться, может что-то случиться Но знаете, ещё очень важно вот этот момент понимать, что молитва Не обязательно она должна быть вот, ну вот, читаем, и этот, и прям так идёт Нет, молитва — это разговор Красный Господь Влеки нас, мы побежим за Тобою Веди нас в присутствие своё Влеки нас, мы побежим за Тобою Веди нас в присутствие своё Влеки нас, мы побежим за Тобою Веди нас в присутствие своё Влеки нас, мы побежим за Тобою Веди нас в присутствие своё Ведь молитва — это не всегда Дай, 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 благослови Молитва — это ещё, знаете, вот Иисус, что ты хочешь? Иисус, что ты хочешь? Иисус, что ты хочешь? Некоторые люди, они этого не понимают Но я верю, что Бог будет поднимать слушателей Будет поднимать людей, которые будут нести слово в мир И будут на самом деле говорить Вот молитва — это просто Молитва — это ты не должен какие-то сверхдействия делать Ты можешь просто обратиться стоя, сидя, на коленях Ты можешь просто в простоте сердца обратиться к Богу Потому что Он наш Отец И Он ждёт нас, как своих детей Прекрасный Господь Мы ждём снова встречи с Тобой Наш любящий Бог Позволь нам войти в Твой покой Влеки, влеки нас Мы побежим за Тобою Веди нас В присутствие своё Влеки нас Мы побежим за Тобою Веди нас В присутствие своё Мы поём Аллилуйя Мы поём Аллилуйя Мы поём Аллилуйя Мы поём Аллилуйя Мы поём Теперь Мы поём Теперь Мы поём Теперь Иисус Ты достоин Мы один Достоин Если мы тебе поём Аллилуйя Хвала Тебе Наш Тай Наш Спаситель Господь Пославит Тебя Я помню, я где-то видела статус, что если не молится сердце, то напрасно трудится язык Важно, чтобы мы провозглашали в свою жизнь Божьи дела Но важно, чтобы в нашем сердце тоже была эта молитва Чтобы это было не для того, чтобы люди слышали, что вот я умею там молиться, да? Это было состояние сердца, что ты хочешь сказать Богу Молитва, почему, мне кажется, она не бывает одинаковой каждый день? Да мы ей не можем, например, молиться вот Вот там выучить, я не знаю, есть такие люди, которые вот учат наизусть эти молитвы и молятся Но тогда ты не даешь Дух Святому наполнить тебя и говорить через твои уста А вот когда мы пытаемся просто общаться с Богом, то Он сам нас наполняет Он сам нам уже даёт слова, чтобы выразить эту любовь к Нему Выразить те чувства, которые у нас внутри есть У меня на сердце нет покоя, если я не помолюсь Перед сном, если я не помолюсь, если я утром не проснусь Бог ничего не делает там, что вот, ой, всё, Он не помолился, я всё уже давно Да, Бог вчера, сегодня, в веке Он тот же, да? Да, Он тот же, и Он пришёл, да, Он любит нас Он отдал Сына Своего Единородного за нас И Он не будет судить каждого там, что вот, Он не помолился, всё, как это так вообще Он просто нам даст мудрость, даст понимание, чтобы мы сами Обличили Он обличит нас, да, Он обличит нас Я говорю, я один раз вечером не помолилась, и у меня утром такое обличение было, что вот, я всю ночь не смогла уснуть Бог ничего не делал, Он просто мне понимание дал Поэтому, вот, на самом деле, на своём примере, я говорю, что молитва, без молитвы я не знаю, как жить Сейчас я просто не знаю И со что ты хочешь И со что ты хочешь И со что ты хочешь Когда приходим к молитве, ну, к Богу, к Отцу нашему, мы должны его почтить, благодарить Самое первое, что в молитве должно, мы должны благодарить за всё Чтобы не происходило в нашей жизни, какие трудности мы не проходили Ну и за всё А потом уже, я думаю, уже после благодарения уже надо открывать своё сердце Принять как, ну, Бога в своё сердце И главное, когда ты молишься, не надо никакие грани иметь перед Богом Потому что Бог всё знает, Он знает, когда ты встаёшь, когда ты садишься И Он очень рад будет, если ты откроешься перед Ним Да, да, да И будешь иметь общение А когда ты имеешь общение, то ты чувствуешь, как Дух сходит Ну, на тебя, приходит утешение И идёт, ну, видишь, что работа над собой есть И когда уже работа над собой есть, ты уже можешь Духом провозглашать на весь мир, что я Божье дитя Я могу все укрепляющие меня во Христе, я всё могу Да, аминь Мы будем восхищаться Мы будем восхищаться Твоею красотой Мы будем наполняться Твоей глубиной Мы будем восхищаться Твоею красотой Мы будем наполняться Твоей глубиной Влеки нас, мы побежим за тобой Главное, молитва это общение Да, да Так что главное не отойти от общения и идти до конца Да Как говорят всегда идти до конца, несмотря на что Потому что враг всегда все, что может, он может напомнить прошлое Да А Бог наше будущее Он всегда показывает нам будущее Да, да, да К чему стремиться и к чему идти Да Молитва это сильнейшее оружие Молитва как раз это нелёгкий путь Это время Это труд Когда у нас в жизни произошёл такой момент с Розаной Ну, связано было с одной ситуацией Я говорю, слушай, оставь эту ситуацию Всё, ты же видишь, не получается Она говорит, нет, я должна идти до конца У неё были посты, молитвы, посты, молитвы И она увидела видение, она получила слово Я говорю, слушай, ну оставь, ты же видишь, вообще ничего не получится Она говорит, нет, я пойду до конца И в итоге И в итоге И в итоге Я увидел результат её победы Я увидел то, что это невозможно Это нереально У нас должна существовать верность и постоянство в молитве Потому что Бог не смотрит там Вот ты помолился, не помолился Он смотрит на верность И он тебя, к примеру, благословит за верность А не за то, что ты вот там один раз не помолился и всё А даже когда у тебя какие-то ситуации трудные Ещё что-то происходит Просто давайте возьмём пример Даниила Даниил – это пророк Ветхого Завета И маленькая предыстория То, что царь, при котором служил Даниил Он издал такой указ, что кто не будет поклоняться этому царю Того бросят в львиный ров То есть в ров к львам И Даниил был пророком Божьим Он был служителем Божьим Верным и постоянным Знаете, как написано в 6 главе 10 стихом Даниил же узнав, что подписан такой указ То есть указ о том, что никто не поклоняется Кроме как царю Пошёл в дом свой Окна же в горнице его были открыты То есть он не скрывал то, что он поклоняется только живому Богу У него была верность и постоянство И оно не было скрыто для людей Оно было открыто для всех И окна же в горнице его были открыты против Иерусалима И он три раза в день Преклонял колени и молился своему Богу И славословил его, как это делал он и прежде То есть трудности, какие-то ситуации, проблемы Они нас никогда не должны сломать Сломить нас в том, что наш Бог, наша вера, она недейственная Потому что враг, он сразу действует на то, что Вот знаешь, ты помолился, а Бог тебе не ответил Но время всякой вещи под небом То есть время, когда тебя спасти Когда тебе дать благословение Возвеличить тебя всё у Бога Ты не должен торопить ни события, ни Бога Всё в его руках Но есть такие люди, через которых на самом деле действует враг Чтобы сломить нашу молитву Сломить нашу тайную комнату В которой мы открываем своё сердце Богу Он хочет это разрушить Эту связь разрушить Потому что без живых отношений с Богом У нас не может существовать христианство И враг, он сильно на это атакует Но мы не должны поддаваться атакам Мы должны знать то, что наши живые отношения Они всё равно работают И, возможно, не сейчас Но потом Бог ответит на нашу молитву И Он воздаст нам явно Он не только нас укрепит духовно Но и явно воздаст Потому что даже, когда посмотреть на Сидраха Мисаха и Авдинага Это тоже пророки, которые были во время Даниила И когда они тоже не поконяли золотому истукану Бог их не только духовно укрепил Но Он им и явно воздал То есть Он их возвеличил Как и Даниила тоже возвеличили И вообще, если ты посмотришь в Библии Каждый человек, который был верен Богу Постоянно там в молитве Или просто у него было общение с Богом И когда он пришёл в ситуацию победителем То Бог его не только укрепил духовно Но и явно воздавал всегда Чтобы, к примеру, какие-то люди, возможно Которые тебя там как-то подкусывали Они посмотрели на самом деле Что твой Бог, Он живой Бог Аминь? Наш Бог живой Аминь, сто процентов Бог, зная нашу греховную природу Зная, насколько загрязнены Насколько грязны наши и тела, и души, и сердца Насколько это всё темно Он всё равно решил прийти на крест Он пошёл на крест ради каждого из нас Он сказал то, что я дверь овца Вы через меня должны входить Он наш пастырь Почему христиане называют Иисуса пастырем? Потому что Он нас ведёт А мы как прообраз, как овечки Его Мы Его стадо, мы Его дети Он наш Отец И очень важно не забывать И не пренебрегать молитвой Потому что молитва натворит чудеса Сколько примеров в Библии Если мы будем читать, как эти люди молились Они иногда не имели веры Иногда они просто какие-то слова говорили Но когда присоединялась вера Как помните Сотник Сотник был римским гражданином Он не был иудеем Не был евреем Который бы исполнял закон Но Он сказал Иисусу Ты скажешь слово и мой слуга выздорове У него была вера И я на самом деле верю, что К этой вере прилагалась молитва Потому что Он сказал В то время у него была благодать Он сказал это Иисусу в лицо Но это был разговор с Иисусом Это было общение Когда Он сказал Скажи хоть слово Он попросил Его В молитве Мы должны просить Но мы должны и просить Чтобы Бог говорил Не только мы говорить Но знаете Чтобы это был всегда диалог Чтобы это не был монолог Как знаете Мы сами с собой общаемся Но чтобы это на самом деле Шло из нашего сердца Из глубины нашего сердца Да Важно заметить то что В какое то время у нас Будет все равно монолог с Богом Потому что Сейчас мы Изливаем свою душу Богу Мы говорим Но потом настанет время Когда мы будем молчать И Бог будет нам говорить Да Не будет всегда такого Что у нас Я Господи как дела Он говорит Хорошо у тебя как Ну не будет такого У нас будет всегда таки Бог Он Бог чудес Но каждый день он творит все новое. Каждый день он творит все новое. Сегодня он с тобой так будет общаться. Завтра он так тебя наполнит. Через неделю у тебя вообще что-то другое будет. И каждый день он делает все новое. И знаете, многие люди думают то, что они приходят в церковь, видят, к примеру, как пастыр молится. Или приходят там на молодежку, видят, как там лидер молится и такие «Слушай, а я так не смогу». Она так столько говорит. Что мне делать? А я как бы «Дорогой Господь, спасибо тебе за день». А что еще? Надо что-то еще. Знаете, что в слове написано? «Молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Есть молитва, когда она идет очень много, говорит человек, и все люди стоят уже такие вот так. Когда он закончит. Из него все льется. И знаете, даже, возможно, не льется, он просто хочет показаться, возможно, лучше других. Но когда Дух Святой наполняет, у нас идет молитва. Она идет четко, ясно, возможно, не сильно кратко, но она идет точно в цель. Да, да, да. У нас должна быть молитва, которая идет точно в цель. И как также написано стихом ранее в Матфея. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою, и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». Аминь. Бог хочет видеть нашу тайную жизнь, чтобы она была светлой, чистой, святой. Он видит все. Вот как просто такое то, что у нас была проповедь в воскресенье, то, что, знаете, то, что, то, что, то, что, то, что. Знаете, Бог, Он всегда рядом с вами. То есть ты в телефоне сидишь, и, возможно, что-то не то смотришь, да? Но Бог видит, что ты смотришь. Да, Бог все знает. Бог все знает, Бог все видит. Он рядом с тобой, никуда не делся. И это тайная наша жизнь, а наша тайная жизнь должна быть святой. И если она свято, свято, если она святая, чистая, то Бог воздаст нам явно, на самом деле. По плотам узнаете их, так и видишь. Аминь, аминь, да, как и пастор говорил, то, что и тайно будьте чистым, и тайно будьте... Не только со всем. ...любимым и служить. Аминь. Ну, служить. Так, чтобы тебя все услышали. Аминь, аминь. Просто еще такой, знаете, момент, что для чистого человека все чисто, если мы где-то... У нас есть... Конечно, мы... Никто из нас не был не без греха, да. Каждый из нас пришел к Богу, принял его в свое сердце, покаялся и уверовал, что Бог простил все наши грехи. И вот наша чистая жизнь, на самом деле, по плодам узнаете. Когда мы христиане, у нас, так скажем, вот такое грубое слово, но все напоказ. То есть настолько все должно быть чисто. То есть, например, даже если кто-то возьмет мою личную вещь, например, не знаю, как телефон, да, я не должна бояться, что они что-то там увидят и скажут мне замечание, Юля, почему у тебя здесь такая нехристианская песня, или там нехристианский фильм, или там картинка, заставка, да, что-то такое, ну, прям не очень хорошее. Мы не должны этого бояться, потому что мы же идем за Иисусом Христом. Мы покаялись, приняли Его в свое сердце, и это на самом деле великая радость и великое благословение для каждого из нас. Представляете, как некоторые... Ты просто попросишь, ну, у Лидии, святые числи. Но у каждого из нас есть социальные сети. Да. И ты попросишь, скажешь, слушай, а покажи, что у тебя сохранено. Я такой, нет, у меня ничего нету, у меня ничего нету сохраненного, у меня вообще профиль закрытый, вообще знаешь, что я не сижу. А потом ты там увидишь, что он такое лайкает и такое, и такое, ты думаешь, комментарии пишет, непонятно, где голосует, и ты думаешь, это христианин. Интересно, что у меня не было никаких соцсетей, и я недавно завела, потому что... Не надо, ты лучше. Просто потому что у нас прославление не для группы, надо было там в группу зайти, и вот я попросила там папу, ну, пожалуйста, ну, надо. Это не для меня, это вот там, ну, надо. Он мне разрешил, и интересно, что я, вот, когда начало вести этот христианский образ жизни, я когда страничку завела вконтакте, я уже начала подписываться сразу на христианские какие-то группы, и я думаю, лучше я раньше, что ничего не разрешают, убога на все свои планы, если бы я тогда, например, зашла в эти сети, я не знаю, что бы я тогда сделала, я бы себя просто в грех вводила, а тут Господь не дал мне просто совершить вот эту вот ошибку, и просто... когда у меня началась молитвенная жизнь, не будет говоря про эти соцсети. Слава Богу, что датчики работают в нас. Какие датчики? Моисей, ты про что говоришь? Моисей не трогать у своей домашки? Запрещаю. Про какие датчики идет речь? Ты поняла? Нет. Не, ну когда что-то говоришь, об зажглось, у меня тоже это есть, и надо работать над собой. Да, иногда я... Ну, в общем, а про что ты говорила? Я-то помню, про что я говорила. Подожди, дайте успокоиться. Когда я начала вести молитв... Я когда начала вести молитвенную жизнь... Аня, у тебя работает все. Что работает? Ты про что Моисей? Моисей, все. Но, но, но. Я с вами любим, чем Асканом Моисея. Я тоже не шаримаю. Душа, ты с хосум. О, странно, в первый раз это не мне сказали. Для пояснения, душа, ты слишком много говоришь. А там, что мне говорят? Суев, говори. В общем, ты начала свою молитвенную жизнь. Нет, без в общем. Дай бог не закончится. Я не могу так, нет. Все, буду. Когда начала свою... Я. Господи, Господи, А знаю, что на самом деле мы должны нечего попасть. Когда я начала свою молитвенную жизнь, без ваше молитвенную жизнь, я... ДВР, и с ДВР это приходит постепенно. ДВР что такое? ДВР Вот. И, понятное дело, когда у меня началось общение, началось общение с богом, я из всех своих соц. Удалила там какие-то, ну, возможно, какие-то, как они называют, группы, непонятные, нехристианские, в которых нет назидания. У меня первое время было такое... Просто там у меня было первый раз в инстаграме мне появилась такая вещь. Вы посмотрели все публикации за две недели. Я такая, такое возможно? Вот. И я просто листаю, ничего не листаю, я уже все прочитала, ничего нового нет. Я думаю, слушай, зачем я так сделала? Мне так скучно стало. А потом, на самом деле, мне пришло сознание того, что я все-таки правильно это сделала. Мы же сами себя засоряем грехами, оно выходит нас через уши, через глаза. Да, мы смотрим и зрительная память, и потом, возможно, мы проигрываем что-то неправильное. А Бог хочет, чтобы у нас и наши глаза не были чистые, то, что мы смотрим, было чисто, чтобы не себя не загрязнять, не засорять. Еще знаете, молитва, когда мы приходим к Богу, Он очищает нас. То есть молитва же... С чего вообще началась христианская наша жизнь? С молитвы покаяния. Аминь. Когда мы покаялись, приняли Иисуса как своего Господа, попросили прощения за все наши грехи, поверили, что Он простил, поблагодарили Его за это. И после этого, когда мы приходим в молитву к Богу, Он еще больше очищает нас. Почему у тебя, у Марья были побуждения вот это сделать, удалить какие-то вещи? Потому что вы в молитве приходили к Богу, и Бог вас очищал от этого и давал уже какие-то побуждения. Очень важно понимать, что молитва это разговор. Но в этом разговоре ты обновляешься, ты очищаешься, Бог тебя поднимает и Бог с тобой работает. Ты говоришь, что молитва это разговор с Богом. Но, к примеру, если я хочу, я взяла, знаете, накрыла стол, поставила там сок, ну, в общем, покушать все и жду Юлю. А Юля не знает, что я ее жду. У нас даже не было разговора о том, даже не позвонила, я не написала, не сказала ничего. Потому что у нас не было с ней вот этого разговора о том, что я ее жду, у нее есть об этом осведомленность, и так же с Богом. Если мы не говорим о нашей проблеме, он все прекрасно знает. Но он хочет, чтобы мы сами попросили у него помощь. Приятно, когда мы спрашиваем его мнение. Вроде бы ничего такого, просто спросил мнение, да? Но ему так важно, что мы уделяем ему внимание в своей жизни, потому что он говорит, я стою у двери сердца, я жду, когда ты мне откроешь свое сердце, я стучу. И он стоит, даже когда мы спим, он все время рядом с нами и он ждет, чтобы мы с ним пообщались. Он говорит, я стою, я жду, я зову тебя. Иногда бывает, что пастор даже говорит, ночью я просто стою и начинаю мылиться. Просто, да, Бог побуждает. А иногда мы не замечаем просто этого. И он думает, ну я стою, жду, я хочу с тобой пообщаться. А мы вот так вот там своими делами какие-то какие-то мы там какими-то своими делами занимаемся. И очень важно много времени уделять Богу в общении. Он у нас лучший друг и он всегда хочет, чтобы мы с ним пообщались. Когда это было? Это был прошлый понедельник вроде бы или не прошлый? Не помню. Мы были здесь, а потом мы поехали домой. И у меня разлилось очень сильное средство на меня. И получился как у меня. Да, я это помню. Я ему ковер сожгла. В машине. Ну, понимаете, если ковер как бы так разъела, что было с моей кожей? И я просто бегу, а у меня юбка была, и я вот так вот ее придерживаю, такая, господи, помоги, господи, помоги, господи, помоги. Я там еще говорю, господи, помилуй. Только она армянская, но в общем. Да, и я такая, и я буквально просто спустя время, конечно, мы помолились, уже, слава Богу, все прошло, и молодежь помолилась. Спасибо вам большое за молитву. И только спустя время я поняла то, что, знаете, когда мне было очень больно, я бежала, я бежала к бабушке, чтобы это поскорее что-то сделать. Спустя время я понимаю то, что я бежала, и знаете, как будто Иисус вот прям, он рядом со мной бежал, он рядом со мной был. возможно, он не смог бы вот прям взять, ну, он, конечно, смог, но, возможно, не было его воли, чтобы взять и сразу боль снять всю, да, но он был рядом со мной. Я это поняла буквально спустя какое-то время, он бежал за мной, он меня все равно поддерживал, он никуда не оставлял, не покидал меня, и за все, слава Богу, молитва очень сильная инвестиция в нашу будущую жизнь, и вообще сильное оружие, самое сильное оружие. Молитва это самое сильное оружие, я согласна, поэтому давайте поможем. Аллилуйя, дорогой Господь, я тебе спасибо, что ты нашел, ты спас, избрал каждого из нас, что ты нас ведешь, Господь. Помоги нам еще больше на самом деле общаться с тобой. Господи, благослови каждого из нас, сейчас Духом Твоим Святым укрепи, обнови во имя Иисуса Христа, помоги каждому из нас сейчас идти к престолу Твоему, помоги каждому из нас пребывать в молитве, пребывать в чтении слова, Отец, приблизь нас к себе, Господь, во имя Иисуса Христа, благослови тех, кто будет смотреть наш проект, благослови нас, нашу молодежь, во имя Иисуса Христа, мы полностью уповаем на Тебя, мы полностью доверяем Тебе и верим, что Ты совершишь, да будет Тебе это все, слава, честь и хвала, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Давайте воздадим Богу славу. Мы поем Аллилуйя, мы поем Аллилуйя, мы поем Аллилуйя, хвала Тебе, мы поем Аллилуйя, хвала Тебе, мы поем Аллилуйя, мы поем Аллилуйя, мы поем Аллилуйя, хвала Тебе, мы поем Аллилуйя, мы поем Аллилуйя, мы поем Аллилуйя, хвала Тебе. Субтитры создавал DimaTorzok